5, 6, 7, 8, 1 Лучшие театры мира ставили Корсара. Теперь он и в репертуаре нашей балетной труппы. Режиссер Николай Маркелов решил от классики Петипа далеко не уходить и поставить версию Мариинского театра. Правда, признается, по техническим причинам пришлось добавить свои вставные номера. На Встретивом акте появился вставной номер. Этот номер я ставил очень давно для Саратовского хореографического училища. Называется «Райская птичка». И на музыку Штрауса его пришлось поставить, потому что у нас девочки не успели переодеться. Просто на последующий номер, на большую сцену. Это как раз шедевр Петипа, оживленный сад. Вот как раз эту картину никто никогда не переставляет. И, слава богу, она дошла до нас в неизменном виде. В постановке задействованы все артисты театра и даже учащиеся балетные школы. На сцену будут выходить более 200 танцоров. «Корсар» знаменит своими впечатляющими массовыми сценами. Это у нас гример-постежер. Я сказала, что чтобы вам не клеить, и вас очень много. Да, не брейтесь. Пиратская романтика, восточные мотивы, драматические повороты сюжета зрителей будут держать в напряжении на протяжении всех трех актов. Главной роли Конрада Даниил Пономарев рассказывает, вжиться в образ «Корсара» было нелегко. Большую сложность для меня вызвал костюм, потому что используется юбка, и к этому надо очень сильно привыкать. Также кожаная обувь используется, и в ней непривычно по первому времени выступать. Роль Мидоры исполняет Мидзуки, балерина из Японии. Уже третий сезон проводит в нашем театре. Режиссер ее выбрал не случайно. Сольные партии в «Корсаре» требуют от танцовщицы высочайшего исполнения. Во втором акте вся классика балета. И знаменитые 32 фуэте, и конкурсное ПДД. Так что знатоки балета смогут оценить мастерство балерины. Этот спектакль очень красивый и очень старый. Не современный номер, поэтому чистоту тоже надо. И техники тоже надо показать. Это предпоследний спектакль в череде классических постановок, добавляет режиссер. Освоение репертуара Мариуса Петипа Николай Маркелов обещает завершить грандиозной Раймондой, к постановке которой приступит в следующем сезоне. Альбина Валикжанина, Александр Шарабоков. Новости.